Друзья, всем огромный привет! Я очень рада вас видеть на моем канале, огромное спасибо каждому, кто решил со мной провести немного времени. И эта рубрика «Куплю-не куплю» и даже здесь будет несколько моих парфюмерных кошмаров, поэтому сразу хочу сказать, не обижайтесь, пожалуйста, это такой маленький дисклеймер. Это видео, оно не для того, чтобы оскорбить ваш любимый аромат, не для того, чтобы обесценить его в глазах людей, которые еще с ним не знакомы. Это лишь мое субъективное восприятие и такие видео полезны, потому что мы понимаем, что похожи у нас вкусы, похоже ли у нас восприятие ароматов с тем или иным блогерам, стоит ли что-то покупать слепую по его совету, либо же лучше воздержаться и перетестировать. Поэтому давайте будем рассматривать такие ролики именно с этой стороны, а не в плане того, что кто-то зафукал мой аромат, как он посмел. Но давайте начнем, наверное, все-таки сначала с приятного, и я на сайте Арома Бутик, вы знаете, там в подарочек можно выбирать себе маленькие вот такие вот отливатики по одному миллилитру, опять в очередной раз, вот сколько посылочек я уже получаю, друзья, текут просто беспощадно и стираются все названия, то есть я могу реально только догадываться, так скажем, что за аромат. Но здесь я уверена, что это Нуа Кошарель. Когда-то давным-давно, когда я еще была больше таким начинающим бьюти-блогером, и тогда было всего-то несколько бьюти-блогеров, я помню время, когда всем бьюти-таким как бы крутым блогерам стали высылать коробочки красоты, Glambox, а потом L-box, да, эти коробочки, они очень даже были неплохие в своем наполнении, и они клали туда миниатюры ароматов. И у меня даже несколько миниатюр ароматов до сих пор есть с этих коробочек, и среди них был Нуа Кошарель, вот эта маленькая жемчужинка. И она мне категорически тогда не понравилась, вызывала дикую головную боль, по-моему, здесь лилия заявлена, хотя я вообще люблю лилии, но вот почему-то я с ним тогда не подружилась. А сейчас, спустя годы, я вдыхаю этот аромат и понимаю, что какой же он нежный, какой же он красивый, какой же он нюдовый. И он перекликается, вот первое, когда я только его нанесла, когда получила посылку, он для меня перекликается с, как его, Lacoste Pour Femme. Lacoste Pour Femme, и я вспомнила, что некоторые девочки, где был Lacoste Pour Femme в восьмом чувстве рандеву, вместо Lacoste называли Нуа Кошарель. Это был не один блогер, а прям несколько человек, и я понимаю, его действительно можно спутать. Что-то общее у них есть, такое мягкое, замшево, нюдовое, есть какая-то приятная кислинка, есть много цветов. Потрясающий аромат, я его себе, конечно, не куплю, потому что у меня таких ароматов уже вагон и маленькая тележка. Но вообще хочу сказать, что он совершенно не потерял своей актуальности. Здесь есть и кислинка, и свежинка, и кремовость, и уходовость. Просто чудесный, беспроигрышный вариант на каждый день, такое вот перышко, вторая кожа, шикарный аромат. Друзья, шикарный, я вам скажу. Следующий парфюм, который я выбрала на сайте Aroma Boutique, это был тоже достаточно знаменитый, многими горячо любимый аромат. Это 5-я Авеню Элизабетарта. Я знаю только тот, который с сливовым ликером, Роял. А вот обычный 5-я Авеню я не помню. Мне кажется, я с ним не была знакома, и мне снова нравится. Это большой, такой торжественный, женственный, абсолютно женственный, нарядный букет разных цветов. Он немножечко осенний, потому что вот когда я вдыхаю, у меня сразу почему-то картинка золотая осень. Может быть, я просто вспоминаю, как выглядит флакон, жидкость во флаконе, и как-то это все само так получается, что рисуются эти картинки. Но это действительно красивый, нарядный, абсолютно женственный букет. Это ода цвета, и в принципе, больше я ничего сказать не могу. И эти цветы, они вместе с листочками на стебелечках, то есть это не прям бутоны, но и зеленца какая-то здесь тоже присутствует. Это элегантная цветочная классика, я бы так сказала. Что-то, может быть, знаете, в настроении Диор Жадор, вот что-то вот в ту сторону. Для меня такой красивый, нарядный цветочный букет. И здесь как будто и белые, и желтые цветы, и нектар где-то звучит. Может быть, даже чуть пыльцы где-то проскальзывает. Но в целом это такой прохладный букет. Не скажу, что он солнечный. И все-таки он больше прохладный, нежели теплый. Вот, мне понравился аромат, но опять же, я его не куплю, потому что, ну, как бы, есть поинтереснее, да, на эту тему. Но мне он очень понравился. Следующий аромат от бренда, которому я постоянно пою хвалебные оды, и вам очень рекомендую. И на самом деле, это большое счастье, что этот парфюм ко мне пришел в отливанте, потому что это был единственный аромат, который я еще не купила, который я не успела купить. И вот в последнюю свою закупку сломоды я хотела его приобрести, но что-то в последний раз, в последний момент я передумала. И это, по-моему, называется чаллет, если я не ошибаюсь. И мне прислала девочка, он так получилось, что протек, и опять же, у него вот такая маслянистая, да, текстура. И этот парфюм в итоге, я здесь в своей комнате вдыхаю уже, ну, сколько, наверное, недели две, да не десять, наверное, точно. Потому что, когда я распаковывала на кровати посылку и доставала, в общем, немножечко вот попала на матрас кровати, да, то есть не на просто, не на матрас. И то есть каждый раз, когда я сажусь на кровать, каждый раз, когда я возле кровати, я чувствую этот запах. Я не скажу, что он прям вообще не мое, но, во-первых, он сильно коптит. Есть такой момент в парфюмерии, когда, ну, вот какой-то, да, у каждого момент, который, ну, вот прям твое категорическое нет. Я очень не люблю, когда ароматы дают запах горелых дровишек, вот именно дымка вот этого копченого такого, знаете, немножко эта копченость отсылает колбаскам. Вот, и здесь вот есть такой момент, и он очень яркий, и он перебивает для меня все остальные ноты. Но я потом, когда вот я хожу, все время чувствую этот аромат, вот он и зудит, и зудит, и звучит, и звучит, и вообще не собирается выветриваться. Я понимаю, что он мне напоминает два аромата, которые я знаю, и один из них у меня есть, но просто там не настолько это копти. Хотя я, когда о нем рассказывала, тоже говорила, что чуть-чуть есть копчености. Это Бьян Калаос Чардина Бенессера, который, говорят, что он практически клон Fireplace Маргела, да, это аромат про камин, про дровишки. И Бьян Калаос, это аромат про деревяшечку, немножко копченую, немножко молочную, немножко ореховую. Там это все сменяется, там это все играет. А, к сожалению, в этом аромате вот эта копченая нота, таких дровишек, баньки, она и зудит, и зудит, и зудит, и зудит, и я под ней ничего другого не слышу. Поэтому огромное спасибо девочке, которая мне прислала этот отливантик и сэкономила, потому что, ну, Лера Нены, это тоже, это, да, прекрасные ароматы. Я хвалю, я люблю и не собираюсь от них избавляться. Они безумно стойкие. Но вот именно этот парфюм, к сожалению, не попал. И спасибо, что сберегли мои денюжки, потому что ароматы небюджетные, я вам скажу. Дальше девочка наша Оля, админ, меня снабжала этими интересными отливантами. И у нее в парфюкардиробе очень-очень необычная ниша, и каждый раз она мне что-то добавляет, что меня может шокировать. И, наверное, знаете, у нее уже есть такие ароматы, до которых, ну, я как бы, друзья, не доросла. И вот, вот он один из них, красная жидкость. Купила она, кстати, этот аромат у другого блогера. Я попробовала очень много ароматов за свой такой небольшой срок увлечения парфюмерией, но я ничего подобного не знаю. Единственное, я могу сравнить это с ароматами Екатерины Сиорти, где у нее действительно есть такие очень странные очень композиции. Там шаман у нее, там целое пепелище, потом там посвященным там дому дракона, там дому того-сего. То есть очень такие сомнительные композиции, которые больше как арт-объект воспринимаются. Вот для меня это тоже. То есть куда это носить? Для чего это носить? Я не понимаю. Я сидела на улице, разнюхала, потому что я знала, что когда мне Оля присылает посылки, их нужно тестить, открывать. Сейчас в основном только на улице, потому что вот после Леры Нены, когда вот здесь одна капля просто, уже неделю больше пахнет, я это поняла, усекла для себя, поэтому только на улице тестирую. Вот этот парфюм, я его нанесла, сижу на лавочке и понимаю, что я не знаю, чем это пахнет. Это и не сладко, это и не горько, это не кисло, это не терпко, это не пряно. То есть ты сидишь и ты не понимаешь вообще, к какой категории отнести этот парфюм. Для меня это как будто запах ржавчины, запах пороха. Я даже подумала, может это Виканта что-то такое сделал, то есть у него есть, да, такие немножко странные ароматы, там где и порох, там еще что-то. Я подумала, может это что-то оттуда. Потому что да, это пахнет нишево, это очень странно. Это знаете, такая какофония для меня несочетаемых совершенно между собой нот, вот когда оркестр настраивает, шум такой сплошной диссонанс. Вот для меня это этот парфюм. Душная, злобная, какая-то злобная духота. Вот ощущение, как будто тебя придавили могильной плитой, и тебе просто очень трудно дышать. Я не могу просто по-другому его описать. Хотя заглянула в пирамиду, там кубероза, там кофе, там еще что-то такое красивое. Там посмотрела блогеров, там блогер, вау, 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 это что-то нереальное. Нет, я не готова к таким экспериментам. Кто знает, может быть пройдет несколько лет, и Карина будет снимать обзор на этот бренд и восхищаться, но пока что нет, нет. И если вы смотрите кого-то и думаете, и не дай бог, вы только-только погружаетесь в мир парфюмерии и думаете купить это, потому что дешево, ни в коем случае, обязательно только после затеста. Это очень странный аромат. Там еще был второй аромат от этого бренда, но я хочу еще раз его разносить, потому что мне показалось, что он неплохо открылся. Но старт там был тоже очень странный. Еще один парфюм, который мне понравился, но который я не куплю, потому что у меня есть очень-очень похожий аромат. Это Тен Денеш Лоренца чего-то там. В общем, этот парфюм мне много-много раз рекомендовали зрители, как очень пудровый аромат, очень красивый. Я о нем читала, много раз его добавляла и убирала. Ну, в общем, в какой-то момент, в корзину имеется в виду, в какой-то момент я, когда купила свою Аризу Гелиотроп, я увидела, что ее сравнивают как раз-таки с этим ароматом. И я после этого вычуркнула этот парфюм. И также его сравнивают с Бейл Филим Энфил, который тоже я тестировала, я знаю, он тоже похож на мою любимую Аризушку Гелиотроп. Так вот, это очень-очень похоже на Аризу Гелиотроп, но здесь еще для меня такой ретровый какой-то альдегидный старт. Не знаю, есть тут альдегиды или нет, но в старте вот прям ретровая, скрипучая для меня альдегидная нотка. А раскрытие очень похоже, ну да, вот прям бабулиной пудрой такая, немножко с нафталином каким-то из сундука. Но потом открывается сладковатой, такой мягкой, плотной, жирненькой, но мягкой пудрой, без помадности, в которой есть как будто бы чуть-чуть ягодных, каких-то очень приятных тонов. Но вот старт для меня проигрывает Аризе намного, поэтому если вы любите этот парфюм, я вот прям очень вам рекомендую затестить Аризе Легрант Гелиотроп. Она мягче, она красивее, она более вычищенная, выглаженная и более современная. То есть в ней вообще никакого намека, налета, на ретро нет совершенно. Ну и завершаю это видео тремя разочарованиями от любимейшего бренда Amois. Да, кто бы мог подумать, но тем не менее, опять же спасибо, что я не буду тратить на это свои деньги. Хотя, честно говоря, я и не рассматривала никогда эти ароматы к покупке. Начну с аромата, который любят очень многие. Это фигмент или фигмент женская версия. Это аромат ода цветам. То есть, да, здесь очень-очень много цветов. Но я люблю, на самом деле, очень люблю цветочный аромат. Но почему же это не мое? К огромному сожалению, для меня здесь очень душный букет. Этот плотный, в котором мало воздуха. Вот прям хочется открыть все форточки, как будто, да, образно выражаясь. И чтобы вам передать, наверное, мои впечатления об этом аромате, представьте, что у вас есть ухажер, который дождался, когда вы отправитесь на выходные на дачу, и решил сделать вам сюрприз. То есть, заставил всю вашу квартиру букетами цветов. То есть, они были повсюду. В коридоре, на кухне, в комнате, в ванне. Повсюду одни сплошные букеты цветов. Но так получилось, что вы по каким-то своим причинам задержались на неделю. И, вернувшись через неделю, вы открываете квартиру, и на вас просто как каким-то кирпичом обрушивается вот такой вот запах уже полежавших, постоявших цветов. Просто, когда букет какой-то большой нарядный, букет долго стоит, от него потом исходит вот именно такой вот очень плотный, назолевый, сладко-гнилостный душок. И вот здесь для меня вот именно вот такой плотный, очень яркий запах цветов, который как бы уже надо выбросить. Вот, поэтому, к сожалению, не моя тема. Уверена, друзья, не обижайтесь, пожалуйста, уверена, что есть люди, на которых это красиво, есть погода, в которую это красиво и так далее, и так далее. Но я, честно говоря, даже это вот тот случай, когда я не хочу разнашивать, я не хочу экспериментировать, я не хочу этих танцев с бубнами, потому что это прям изначально прям нет, нет и еще раз нет. Второе место среди моих парфюмерных кошмаров занимает Amouage Beach Hot. И это парфюм для меня, который мужской абсолютно, и даже неприятно мужской, потому что я в нем слышу такое сухое дерево, какое-то немножко, опять же, гнилостное, трухлявый пень, который поели термиты. Вот, знаете, он где-то валяется на задворках города, и эта деревяшка, она вот перебивает все остальные ноты. Первое, наверное, место я отдаю по моему парфюмерному, нет, парфюмерному кошмару, я отдаю новинки Amouage. Это Lineage, наверное, так. И это парфюм, который я даже еще когда, перед тем, как его нанести, просто открыла крышку, я сказала, какой же это ядреный ладан. Это жесткий, мощный, холодный, пронзительный ладан, который стреляет аж вот глубоко вот сюда в мозг. Вот есть такие нотки, которые прям, если это не твое, раздражают тебя, это прям бьет глубоко-глубоко. Я сразу вспомнила в прошлом выпуске, у меня фигурировал бархатный ладан от Бутюковой линейки Дольчика Бана. И вот для меня здесь очень похожий такой тяжелый ладан. Я сравнила пирамиды, действительно, у них похожие ноты. Здесь у нас лабедан, здесь у нас мирость. Это, в принципе, вот эта тема благовоний, церкви, вот этих вот, да, воскурений. Но здесь много холода, здесь именно такой холодный какой-то, чуть-чуть медицинский как будто ладан, церковный для меня, да. И когда я написала об этом в своем телеграм-канале, что для меня это один сплошной ладан, девочки мне стали писать, что для них это минеральный аромат, что это аромат морских камней, что это какой-то скандинавский аромат. Слушайте, я слышу один сплошной ладан. Может быть, здесь есть вот эта минеральность и холодность какой-то, не знаю, Норвегии, которая холодит прямо этот ладан, но я здесь слышу очень-очень явные вот эти вот мотивы на тему благовоний. В общем, это совершенно не мое, очень раздражающий запах лично меня. Я помню, потом еще, после того, как мне написали, это все я еще раз попробовала сделать затест, нанесла на блотер, я не выдержала, я этот блотер просто выкинула и все это еще в ведре засыпала другими бумажками, чтобы он оттуда не проклевывался, потому что это, это прям, это мое парфюмерное фу, так скажем, мое парфюмерное нет. Ну а на этом все, мои дорогие друзья, огромное спасибо каждому, кто досмотрел это видео до конца, обязательно пишите о ваших парфюмерных кошмарах, может быть, мой самый любимый аромат таковым является для вас, пишите, мне всегда очень интересно. Спасибо за внимание, увидимся, пока-пока!